да и как раз будет запись этого ивента итак я вас приветствую на варшопе посвященный мобильному тестированию мы в этом варшопе будем рассматривать большой чек лист который вам поможет в мобильном тестировании этот чек лист и частично созданной частичная ваш нашел в интернете и давайте будем знакомиться напишите в чате кто уже работает есть опыт то вообще без опыта то дело так первые шаги в кио а дальше я уже расскажу о себе если у вас будут вопросы можете писать их в чате или можете задавать и включая микрофон как вам удобно я вижу что или работает инженером по мобильному тестированию войти более семи лет тестирования плюс тестяло на даже по сути сеньор оксана вы уже лид если у вас уже семь лет тестирования да это здорово тем людям конечно тяжело быть на другой стороны классно ирсов пишет работают около года на индийском маркетплейсе тоже очень интересно она я расскажу о себе я уже работаю два года сфере идти на позиции мануал плюс у меня и собственный канал на ютубе посвященные кио и плюс я работаю на позиции к мануальщик и в автодок и плюс я еще кто являюсь спикером на этой платформе кио ассистин групп уже я тут на третьем ивенте которое провожу первый был посвященный веб-тестирование первые два этот как раз посвященный мобильному тестированию и плюс я еще авторы собственно курса на удмай в этом воршопе мы будем использовать один инструмент android studio для того чтобы тестировать мобильное приложение кто вообще использовал android studio своей работе вот и вижу что кто-то использовал каждый день но я сейчас не занимаюсь тестированием мобильных приложений для этого я очень долго и много тестировал мобильные приложения я сейчас уже ушел в веб вот и в частности частности немного занимаюсь платежными системами различными и в этом уроке будет как раз тоже небольшой ну в этом воршопе извините будет вы лист тоже посвящен платежным системам кто меня занимался вы тоже сможете его просмотреть и мы по всему этому пройдемся я когда тестировал своем мобильном приложении я всегда их тестировал при помощи реального устройства редко когда использовал android studio пошла прошлой компании кто работал бы огромное количество различных устройств начиная с 5 айфона очень маленького старого заканчивая уже 12 айфоном и мы все приложения тестировали на различных устройствах и даже захватывали планшет вот я еще хочу предоставить чтобы не забыл полезные ссылки из этих полезных ссылок я потом передам администратор администратор прикрепит саму презентацию со всеми ссылками документами она вот как раз этот урок он будет полезен и будем использовать базовый чек-лист вот тут вы скорее всего встречались со всеми этими проверками установка удаления на карта версии работали но тут еще плюс я добавил регистрацию авторизацию приложений потому что нам регистрируемся ли авторизируем все приложения это идет то же самое как и на веб-сайте у нас идет логин пароль авторизация регистрации при помощи различных соцсетей и тут и плюс еще идет оплата именно уже чек-лист по оплате еще дополнительные ссылки которые вы можете почитать именно по хаба я взял тут чуть-чуть чек-листа и еще могу посоветовать очень классно наверно у вас вы использовали свои практики есть огромный чек-лист всех чек-листов которые себе содержат как веб security тестирование мобильное тестирование он захватывает даже базы данных и вот тут есть разделом оба тестирования в котором можете тут не все ссылки рабочие активные по которым можете переходить и не факт что каждая откроется потому что он очень старый он очень давно уже буждает по интернету многих ты его использовал не знаю использовали вы своей практике и тут даже вот если открыть первое вы можете видеть ожидаемый фактический результат что должно происходить при помощи допустим к нам устанавливаем когда обновляем и так далее вот когда приходится на скота самые-самые такие можно сказать даже основные кейсы когда мы тестируем просто мобильное приложение разбираем в особенности функционала вот видите туда не работает тут тоже есть как раз можете посмотреть ну вы уже можете с этим поразбираться когда уже придет ссылка будете дома и тут очень много просто есть очень интересной информации даже по декстопу можешь что-то почитать им в принципе все но штука интересная сам неоднократно обращался к ней и для формирования каких-то чек-листов потому что он прошла работе основных таких чек-листов не было приходилось писать все самому изначально начинают регистрации авторизации и заканчивая уже определенными кейсами для мобильного приложения потому что тот проект который тестировал я был один тестировщик на проекте и из этого приходилось очень много и быстро тестировать очень много учиться самому и плюс большая была коммуникация с разработчиками чтобы понять как работает приложение по что я на этот проект зашел когда уже проект был в работе не с нуля и приходилось уже очень быстро разбираться по ходу дело надеюсь что у вас тоже такое было когда приходилось от сразу же все и много вот я для примера возможно приложение с которым я не раз сталкивался своей практике я его немного знаю перед вами уже по сути установлены и вот android студия так будет выглядеть я пока чатик поставлю куда-то сюда чтобы его сильно видеть если что к нему обращаться вот после установки android studio у вас будет ссылка в описании на то как ее скачать android studio если перейду обратно вот будет ссылка на скачивание а второе будет в отдельности я записал свой урок который рассказывает именно с нуля именно android студии как и скачать какие пакеты поставить но в рамках этого воршопа вы тоже сможете они познакомиться я покажу как можно будет создать свой первый проект запустить мобильное устройство которое необходимо и мы еще об особенностях мы будем тестировать только на андроиде мы не будем тестировать и ос потому что чтобы запустить x-код нам необходимо будет мак у меня сейчас windows и все будет вся работа будет на android студии различки это вопросы еще пока вступительной части что вы ожидаете увидеть еще не слишком я быстро говорю вот мне тоже еще такая особенно что иногда очень быстро говорю и устают или вас такой речь вот насчет линукса не знаю я не ставил я в этом никак не могу вам ничего посоветовать по что я постоянно работал на виндовсе и один раз видео тоже отчасти на через исход ну x-код на маке ну вот постоянно меня была работа на меня так что извините я даже не знаю если мы зайдем давайте посмотрим мы зайдем android studio на официальный сайт да и мы можем скачать и пока он если по версиям то может быть даже загуглить android даже ганим сейчас на рамках так это будет линукс русским пишем тут есть некоторые даже небольшие примеры на форумах можно ли это поставить все равно или будет ли отработать что в гугле думаю может будет найти вода видно что это же примеры рабочей области что если немного поковыряться то думаю может быть запустить android studio на линуксе вот так что вы можете попробовать а потом записать собственный вент как установить android studio на linux тоже и такое бывает и она работает он давайте перейдем android studio после того как произойдет установка android studio и тут идет как уже сама разроза среда разработки но нам необходимо будет вызвать мне уже установлены android тут есть с дк менеджер если мы его откроем сюда вы можете установить различные пакеты которые необходимы для работы с android studio тут можете устроить установить андроид который вам необходимо у меня сейчас установлен 11 android sdk tools необходимые что вам необходимо будет установить ставить по галочкам но дело в том что я плюс еще сейчас пишу автотесты на apium это что эти фреймворк позволяет писать автотесты для мобильных устройств и я тут некоторые просто поставил для себя специальные компонентики ну вагины для того чтобы писать автотесты и запускать уже не реально устройство запускать android studio и чтобы автотест отрабатывал на android studio просто не надо именно точечно так выставлять то что я выставляю потому что вы потом уже в записи можете пересмотреть если будете устанавливать и можете выставить пакеты которые у меня установлены вот и показывается какая тут студия у меня ну как android стоит но тут понятно следующее что если мы нажмем сюда в виде менеджер мы запустим такое окно в котором уже у меня предустановлен пиксель 4 у него есть определенное разрешение и стоит android studio 11 ну плюс размер у него идет 10 гигабайт на диске на занимается все дело что если у вас слабый компьютер и мало места android studio она очень прожидливая и она очень много требует ресурса и прежде чем ее устанавливать на компьютер вы можете ознакомиться с системой требования для android studio но если вам необходимо будет установить какое-то новое устройство вы кликаете create new device и тут вы можете посмотреть какое количество различных устройств может себе содержать android studio начинаете вить телефоны эти панчеты и вот туда же а тут нету то что хотим сказать вот различным панчеты устройства и телефоны выбирайте различные телефон тут идет размер экрана и уже дальше идут различные модели и названия я всегда своих рамках ну кликайте next вы можете допустим давайте я просто например покажу кликайте next выбираете какая операционная система чтобы стояла и next и дальше вы уже будете устанавливать все что будет дополнительно вы можете почитать видео ролик дополнительных устройств на дополнительных материалов чтобы сейчас просто не тратить время на всю установку при установку android студии и создание новых пакетов и принципе когда она установится у вас у вас будет устройство мы можем нажать на него идет редактировать дать ему какое-то определенное название но я его оставил по умолчанию там пиксель 4 вы можете задать ему как он будет находиться портрет портретной или альбомная так или так он будет запускаться сейчас вы увидите и так далее уже идут точечные настройки которые вам необходимы для того чтобы просто тестировать изначально не что-то там делать небольшие просто запустить android studio вам просто не будем будут хотеть базовой установки вот и следующее что мы кликаем и запускаем интересно что-то мне понравилось сейчас я вперед запущу android studio а он не запущен он говоришь вот сейчас я выключил пока задавайте вопросы пока я сейчас запущу его заново потому что они дешевле запуске он находится николай мне вопрос а вот нужно обязательно подключать гид чтобы настроить всю работу гидрус да нет не надо гид ну вам гид надо будет если вы просто родну если вы разработчики вы будете скидывать какой-то код тогда требуется вам гид я у себя гид не ставил для установки android studio не обязательно я даже просто впервые сталкиваюсь таким чтобы нужен гид для установки android studio может вы что-то другое знаете ну просто как решил посмотреть вас то что кучу видео каждые люди по-разному настроят поэтому хочу для себя разобраться как его правильно настроить и как пользоваться поэтому куча вводных данных и не знаешь у кого толком уточнить так как у меня на компании не используют и что со стороны поинтересоваться вот так что с гидом только разраба ну я просто когда писал apium тесты но на apium я как бы никуда их не залил на гипхаб но гид у меня стоит у меня android studio намного раньше появилась чем я научился использовать гид вот хорошо еще один такой вопрос николай а можно как-то так свой девайс подключать параллельно чтобы она отображалась в android studio и смотреть запросы и ответы и как-то перехваты делать можно я вам в отдельности скинул ссылку на доку как-то там именно уже необходимо быть через терминал писать через консоль если умеете пользоваться консолью там есть аппд кажется если не ошибаюсь команды я как раз дополню дополню это в ссылках полезных которые можете почитать и вы сможете чтобы не использовать android studio вы можете еще в отдельности используют подключенный свой девайс уже компьютер и можете восемь хронить с android studio я вам скину эту ссылку дополнительных устройствами дополнительных ссылках спасибо так начнем заново сейчас я запущу вот у меня запустился мой дроид тут уже он не с нуля потому что если вы будете с нуля его запускать сейчас немного будет подтормаживать вот когда вы его с нуля запустите у вас будет просто первая настройка как android как действительно запускается android идет приветствие от google play если не ошибаюсь и просто появится вот такой чистый готовый телефон к устройству у него можно также сам включать вай фай bluetooth все необходимое делать автоповорот экрана показывается батарея суть это android рабочий где вы можете менять сет экрана можете допустим даже использовать сейчас очистим все что есть можете переходят делать просто скрин у нас есть камера весе не запустить на у нас и даже вот к вот виртуально небольшая камера он даже запрашивает вашей и локацию где вы находитесь необходимо и вот допустим у нас даже есть какая-то комната которую вы можете предлагать все настройки которые вам необходимо вот так что поиграться есть можете играть видео или а то даже нельзя я думаю что мой тут уже скроллить не обращался допустим может быть сделать снимок снимок ваш улетит в галерею которую вы тоже сможете отредактировать вот по сути это полноценная работа с android устройством сейчас мы будем тут немного будет чуть-чуть подтормаживать и будет немного шуметь кулер и у меня в ноутбуке как бы ноутбук не слабо но все равно android studio очень сама по себе такая затратная мы можем переворачивать его так вот как вам угодно и к нам его положение вот можем делать зон больше меньше как хотите чтобы было видно этот твой балл и увеличивать вот и плюс у нас еще есть расширенные настройки которых мы можем узнать окаю дисплей батарея камеры телефона то что такое вот вводная и так далее тут можно даже выводить бах-репорт если что-то посыпется или покрашется то будет выводиться репорт и указывать какое устройство из настройках можно даже делать вот разделе прокси перехватывать прокси это тоже скину вам подкреплю ссылку на материал как можно перехватывать вообще работать прокси тут работал в прокси и на перезахватывал не перехватывал запросы вот я вижу что кто-то с этим работал есть довольно много инфы как может был перехватывать запросы для то чтобы работать в студии можно изначально понять что такое вообще прокси только очень интересно и тут идет помощь как можно использовать саму android студия так вот и давайте спрошу кто-то вообще кого-то извините заговариваюсь вернемся обратно я открою наш чек-лист кто-то ведет у себя какой-то чек-лист по тестированию мобильных приложений или вообще веб-сайтов продуктов или просто идет тестирование ну как бы появилась мы протестировали пострелишь там ничего не упало или все-таки есть у кого-то чек-лист что долго у практики я не делал чек-лист него не было и вот есть обычные кейсы по использованию как понимаю вас идет юзер зарегистрировался авторизировался вот так как пишет оксана сейчас работа у меня есть просто есть это же чек-лист базовой проверки и есть у меня какие-то сложные кейсы и вот по ним тоже идет в отдельности уже можно сказать такое углубленный даже используют чек-лист по страницам у кого было что когда вы получаете первый билд запускаете он сразу же падает допустим установили вот первая сборка и она просто вы установили нажали на иконку и она упала такое бывает у вас открою я буду использовать приложение она уже как бы давно законсервировано у него нет никакой поддержки такое бывает кейс и я этот приложение себе представляет по сути как бы можешь сказать инстаграм немного тиктока и плюс pinterest это приложение 20 вишклауд я его немного знаю знаю его о как оно работает как должно было работать я немного занимался поддержкой и тестированием этого приложения и как раз на основе этого приложения хочу вам продемонстрировать этот чек-лист который у меня есть плюс я покажу некоторые баги которые тут есть и чем можно еще столкнуться вот само по себе приложение интересно если что я могу вам указать ссылку или вы если хотите могу вам скинуть сделать допустим на google диск эти покажки или вы сможете просто найти вот этот вот самочек сама покажку то есть такой сайт на нем можно найти разные версии различных приложений вот если мы сюда перейдем вот она находится так переходим этот версии как раз можно отсюда скачать закинуть себе не в телефон может закинуть допустим в android studio или найти его google play или айфоне называется webstore можно будет найти как раз это же вам что-то потестировать посмотреть подписать какие-то кейсы я была для своей практики нахожу к это приложение ну просто так чтобы и пишу различные кейсы чек-листы составляю чтобы нарабатывать навыки тестирования у меня тоже есть такая особенность и давайте работе я возьму какой-то билд давайте возьму 1 и чтобы установить приложение в android студии мы просто возьмем ттп кашечку ну или билд к сборку и можем будет его перетянуть и начинается установка пока нас он устанавливает я буду отталкиваться на этот чек-лист у нас идет установка удаления как нам быть работы плюс я буду походу же рассказать различные кейсы которые тоже будут находиться в этом чек-листе ну чекать проходить его полностью на потом уже буду ставить допустим что-то пас мне что-то заправилась вот сейчас он упаст так наше приложение установилась вот как раз если свайпнуть снизу вверх мы перейдем в такую меню ху и вот она как раз тут установлена вот мы видим что у него появился первое что у нас появился у нас он установился у него спаш скрин бывает что спаш скрин не появляется и чем почему не появляется первое то что бывает разработчики не дают им дизайнер допустим разработчику не может дать картинку которая должна отобразиться а второе это уже будет связано с тем что при сборке следующий разработчик может что-то фиксить и повредите саму картинку она может нет или просто может быть белый экран такой тоже может быть и вот когда тестировал приложение у меня в основном два из пяти выходил что первый экран ну читайте спаш скрин он не появлялся второе то что может быть это может нет быть запросов на разрешение папкам но мы напишем ко всем что может будет вот и это версия предлагает обновление вот тоже можно почитать за баг то что когда требуется обновление версии и вот как раз там отдалка не появляется вот как небольшая и ничем искать папа то это тоже можно отнести к самому бабу то что она не появилась не появилась у нас появилась уже более новая версия но я сейчас нажму апдейт он запросит перейти в google в да он перейдет в google play нам это не надо будет и сейчас я просто установил эту версию чтобы вам показать как раз первые кейсы это установка удаления и вот накатка версии как раз мы захватили с вами с удалю удаление у нас я знаю тоже хорошо пройдет потому что было то есть удаление но когда жмешь удалить она не до конца удаляться или бывает так что еще остается ярлык на рабочем цели на android студии только тоже я отхватывал не на android студии на реальном девайсе даже были такие баги так мы удалили и давайте бабам продемонстрирую то что мы допустим с вами можем установить это приложение тоже да тоже хороший вопрос вы можете перейти в настройках или в кэш почистить полностью в android студии просто у меня сейчас один из таких вариантов вы можете почистить каш по приложениям и посреди удалилась вот ну она нас просто не исчезала с рабочего стола и сейчас я покажу еще один такой вариант что когда мы установили с вами приложение запустили его не по сути все вот черный экран то что после установки приложения не запустилась это можно сказать когда выпускается то что вас спрашивал первый билд было запустили закинули но то можно даже не первым билдом аж 10 билд если как-то прошла плохо сборка вы можете просто установить приложение но у вас вот никак не отобразится если сейчас немного попытаться еще раз запустить видим что приложение может запуститься она просто покрашиваясь на стадии запуска после установки но то уже считается критической ошибкой блокеры которые сразу же может бежать разработчику отвечать и и стучать вас на дверь и говорит что у нас движение вообще не запускается после его установки так запустим следующее я сейчас просто найдут более-менее стабильную версию с которым может будет работать вот и запустил еще одна версия запустился наш первый кранчик вот монт давайте пока не будем давать допуск и вот запустил приложение она уже обновлена но давайте ему еще раз разрешим мы не хотим его обновлять тоже было создано чтобы не заходить не обновляться и дальше может работать и считайте пользователь с одним приложением тут было разделено на два гендера но так выше что по последним обстоятельствам выше так что когда стали делать два гендера мужской женский стали запускать это все в айос у нас не прошла проверка потому что необходимо иметь как бы можно сказать третий гендер гендер икс и из-за этого есть не шансы икс можете есть правильность там можете поправить меня из этого наше приложение не приняли на проверку не сказали давайте все переделывайте для считайте для другого легендер икс и мы пришлось так что придумали сделать категорию для остальных у нас есть для женщин для мужчин и остальные все первое то что мы еще можем тут проверить и когда у нас есть какие-то ссылки политики конфиденциальности еще что-то они должны быть кликабельные и они должны переходить и допустим на на сайт где находится ну допустим можем перейти хром нажать о вас и посмотрим переходим не на ссылку и конституальности почему я об этом говорю этот как бы может нести тоже к регистрации потому что есть довольно часто я тоже пропускал свои практики я не нажимал на эти ссылки сейчас я вынесся в чек-лист чтобы прокликивать эти ссылки если переход и первое что бывает программисты тоже забывают вставлять ссылку для перехода то что подвисли но раньше переходил давайте выберем для женщин и нажмем дальше суть в том что как-то приложение работает мы выбираем кто был на пинтерексе 5 своих интересов и мы тут можем прописать даже в одной версии посмотрим одна версия позволяла нам выбирать клика по кнопкам допустим мы могли выбрать music book фильмы ну так далее в этой версии мы можем забрать но он не подгружает то что нам необходимо раз вот еще один нестабильный баг то что он не может подгрузить то что нам необходимо и у него происходит долгий order потому что он не находит категории и сами категории тоже не отображаются вот еще не баг я сейчас конечно выгружу и запущу помню что на этой части была стабильная работа во второй раз уже запускаться не хочет да он вылетает и вот видим что на втором экране тоже уже идет вылит до того второй не третий экран когда мы убирали интересный категорию вот такие блокеры бывают очень часто когда приложение сырое тут сегодня третья версия и вот по сути бывает так что на продакшене происходит вылет за вылетом сейчас это приложение удалю все это приложение конечно у но и и и и давайте я вот эту версию да окей выберем для женщин тут он же запрашивает голосовый поиск и мы можем искать назвать какие-то тут допустим но мы не будем запрашивать просто напишем books и он должен найти но голосовой поиск не должен работать он должен быть отключенный для того же просто рассказывал пол пол мы видим что он тоже на этой стадии тоже сейчас закрашивается сейчас другого я реально показываю то что происходит постоянно на тестирование при тестировании приложений тот высокотом знает что вот постоянно бывает такой вот этапы приложение начинают сыпаться и полностью не работать кто работает это понимает сейчас он кто запустил не надо будет обновления если что вопросы пока задавайте сейчас я откажусь от голосового поиска нужно искать он тоже не хочет выберем так может это должен быть предложил предлагать как выборы категории также там идет выбор через поиск запрашивает голосовой но мне нужен никак и плюс чем можно будет тестировать голосовой поиск допустим назвать различным словом должен уже их находить по там как вы их ну потому как вы их найдете сейчас две секунды и это все еще сложно было том что мобильное тестирование когда рассказываешь воршопе мобильном тестировании тут большая часть ничего не стабильного то что по находил и приходит и приходится очень долго переключаться между android студии и через так сейчас я выйду найду другое скачать например у меня тут есть уже 36 32 давайте скачаем эту версию и тоже это раз закинем и 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 не будет требовать и м38 и здесь пока вопросы задавайте пока вы уже с этими версиями чтобы продолжить указывать дальше баги вот у меня есть вопрос если я остановил свой билл к примеру да на android studio мне вас какой-то pop-up lost интернет connection и тут вот понятие это проблема в моей пк-шки либо проблема непосредственно эмуляторы ну скорее я вас интернет подключены на что да 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 тогда то может быть не по идее с android он всегда подтягивает интернет который тут есть интересно может быть пока ну может быть проблема в билде основном на которую установили вы другой не правы ли переустанавливать я вам скажу на повисела повисела и проблема отвалилась все заработало носом маша android студия что-то потеряла по ходу 3 3 82 сейчас я конечно меняюсь на трамвы 35 нужно дальше работать не я тоже не ставил больше чаще киста который проходил тут то но он требует нового обновления на то что требует обновления он просто сидел и подвисал почему дать на рабочую версию она чатова мы делаем зачем 382 дадим доступ как раз от бак висит который у нас дальше не пропускает она не будем долго тратить время давайте выберем какое-то другое приложение для тестирования может это будет и трата моего ваш вашего времени тем более бук давайте выберем уберем такую доставку еды которую выберем не сильно такую новую версию выберем давайте ваши три скачаем и запустим ее вообще запускаться по что перед началом курса когда я готовился к нам вешал я его устанавливал проходил фолл что хотел показать а тут он начал портачить и выбивать короче и не очень удобно получилось и немного сбилось допустим будем выбирать те кто кто работал с геолокациями и может определиться я нахожусь в одессе это доставка работает по одесса киев львов виница но сейчас на работает если ошибаюсь только в трех городах и у нас есть допустим у нас есть такое приложение по доставке еды это является доставка является онлайн ресторан у него есть какой-то поиски всегда когда я тестирую если нет этого задания по именно приложению я всегда использую допустим просто негативное тестирование начинать кликать по разным клавишам переходить куда угодно и смотреть нашем случае мы если будем говорить об основном это идет уже тестирование снова функционал приложения что у нас идет именно подразумевается я не буду рассказать позже полностью пол но у нас идет мы можем тут найти какую-то еду яму только водить английский если он будет искать по листке это будет хорошо да он как раз определяется с ним знаком хоть приложение идет на русском и украинском языке сейчас она установлена на русском языке и давайте ее мы можем добавить его выбранном жмем да и тут идет как раз регистрация авторизации давайте потестируем регистрацию авторизации я надеюсь что у каждого на это есть какое-то чек-лист связан с прохождением 5 сны какие-то по регистрации авторизации допустим у нас тут должно быть давайте просто на ведем кашни дом из такой кавиатуры и допустим мы можем вести 2 и тут пускай будет gmail.com не в пароль мы можем вести его так вот я сейчас пытаюсь войти плюс у меня тут невалидный адрес мы видим что выдает такую ошибку вот ну давайте мы с вами зарегистрируемся у нас есть большой фон мы можем вести по номеру телефона и первое что мы проверим это нажать зарегистрироваться и первое что тут выпадает тут есть один бах в том что тут очень спорно то что мы можем сказать что есть и у нас приложение на русском языке то все валидации которые у нас появляются на даже должна появляться в густамике или на украинском к кем ну так как мы видим что у нас сейчас и вся валидация полей появляется на английском языке но тут если нюанс когда пишет приложение то есть в нём есть русский и английский язык и приложение устанавливается на систему которые knowledge к музыке то она душа автоматически и ставят на английском языке, если приложение поддерживает английский язык. Но суть того, что как сейчас появляется валидация на английском языке, это может спорно, или это на бэкэнде сделали так, что валидация появляется на английском языке, или он просто понимает, что система у меня на английском языке, приложение поддерживает два языка, русский и украинский язык, и из этого у него валидация выпадает сейчас на английском языке. Типа по системе той, которая установлена сейчас у меня на Android студии. Вот такой может быть вариант, но это чисто такой кейс, потому что мы видим, что первое выводится на русском языке, а остальные кейсы, ну и остальная валидация идет уже на английском языке, вот как раз можно отнести это уже к тому кругу по валидации. Вот вообще, знаю, как работает валидация, допустим, что, допустим, на бакенде пишется валидация, сколько символов должно, допустим, входить в пароль, в email, какие должны спецсимволы входить. По сути, фронт ее выводит, допустим, если мы ввели 6 символов, а надо было ввести 7 символов, то на бакенде проводит валидация, идет проверка, и если нет, то отображает уже на фронтенде сообщение о том, что должно быть, в нашем случае должно быть, допустим, 100 букв, ну, допустим, что-то ввести. Вот на пароле, может, написано, что пароль должен содержать 7 символов, плюс какие-то там еще спецсимволы. Вот как раз-то и есть работа валидация, она проверяется на бакенде. Вот, просто тут подтягивается номер телефона, я не хочу ввести какой-то номер телефона, чтобы он потянул. Ну, давайте сразу. А можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, ну, допустим, я занимаюсь тестированием в основном в веб, а у меня есть серверная валидация, то есть это то, что бакенд и джесная валидация на фронте. То есть у меня две валидации, джесную валидацию я могу обойти с помощью консоли или еще какими-то там средствами. Тут получается вот эту валидацию, ну, типа а-ля консоли я тоже могу как-то обойти или это тут не предусмотрено? Нет, тут такого не предусмотрено. Тут только бакенд. Нет, тут бак. Тут чисто бак, который может постараться что-то там, на той стороне. То есть, чтобы обойти, в принципе, попробовать какую-то валидацию, мне надо знать, что происходит на бакенде, как профессиональный разработчик. Спасибо. Вот, ну, дело в том, что сами разработчики тоже могут придумать много чего, но если в тестовом задании указана какая валидация, допустим, если, допустим, регистрируются юридические лица, физические лица, то там даже указывается, какой должен быть налоговый код и так далее, и указывается четко количество снилов налогового кода, или, допустим, название фирмы и еще так далее. Вот, и с этими правилами, ну, с правилами технического задания, она уже формируется на бакенде. Вот, если так уже углубиться полностью. Я сейчас попытаюсь просто зарегистрироваться на все. Так, сделаем так. Немного неудобно все такое футури. Николай, такой вопрос. А есть здесь где-то как-то в DevTools, чтобы видно было, что ушло, что пришло? Консолька, да, типа как-то оставить в Android Studio или такой нету функциональности? Нет, тут уже, если подключать, и надо уже смотреть логи, когда уходят и приходят запросы, через консоли не будут всплывать. Вот, вот так они и работают. Но вот такой полноценной консоли, как в Web, тут нету. Вот, из-за этого немного непривычно, когда вы работаете в Web, то потом переходите, допустим, и ночью не поймут. Ну, по сути, в некотором случае вы немного ограничены, потому что вы через консоль, через нетворк можете перейти, посмотреть вот с работой, допустим, появилась какая-то валидация или упала у нас 500 ошибок, вот, допустим, так. Ну, когда я работал, у нас нас... Николай, извините, что перебиваю, еще такой вопрос, вот по поводу логов, то есть это приложение должно поддерживать запись логов, и потом можно их как-то посмотреть, или это уже есть плюшка какая-то в Android Studio, которая... Да, я вас понял, есть, ну, в Android Studio она по умолчанию, но чтобы посмотреть логи, есть, ну, я как раз скину обязательно эту ссылку, я не помню, как это полностью прописывается, в консоли вы пишете команду, ну, это я могу подсказать правильно, если вы подключите Android, ну, там будет расписано вся, как-то все установить, и, допустим, вы что-то делаете, допустим, вводите какой-то email, вводите какой-то пароль, и в логах записывается то, что вы делаете, но минус в том, что эти логи надо уметь читать, допустим, если вы будете проводить регистрацию или авторизацию, или так, как у меня сейчас происходило, падало приложение по ходу дела, то в логах будет отображаться, на каком устройстве упало приложение, ну, там просто будет много консольного текста, разработчики, многие, кто умеет, умеют читать, я не умел, я просто отобрал, записывал в лог, ну, файл появлялся специальный, передавал разработчику, и он уже на основе этих логов, он уже смотрел, вот, где что падает, и разбирался, я читать лог-файл и не умел, ну, и не умею до сих пор, вот, такого еще вопроса? Вот, увидев, что сейчас прошла валидация по телефону, главное, не будем, дело в том, что, главное, перейдем в регистрацию, авторизация, и тут подборка всего, что можно подпройти, немного поиграться, поломать регистрацию, авторизацию, допустим, мы можем вводить с вами различные валидные, невалидные файлы, если у нас есть аватарка, наличие отображения, заголовка в форме регистрации, когда мы с вами регистрируемся, у нас вот, сейчас тут не подтягивается, мы это уберем, план, я уже слышу от регистрации, сейчас обратно зайдем на личный кабинет, вот, выйти в личный кабинет. Вот, и тут идет, давайте отнимем регистрацию, идет заголовок, что идет регистрация или авторизация, использование различных соцсетей, просто можем так посидеть, попробовать поломать, но вот тоже такая вот, то, что всплывающая ошибка, как раз тоже не очень ок, просто большая часть чек-листа, которая тут работает и подписывается, ну, написан, он уже преимущественно очень активен, был бы очень хорошо для бишклауда, который я тестировал, ну, хотел вам показать, но на основе этого приложения тоже. Кто работал вообще с XSS-инъекциями, внедрение какого-то там GS-кода, никто? Я с скриптами периодически играюсь, пытаюсь, например, если у меня есть форма, создание, да, какого-то юзера, я меня подставляю в поля, там какой-то алерт, и смотрю, что дальше с ним будет. Это одна из таких. Обычно, если она срабатывает, то сработает еще на смену полей и так далее. Вот, и как раз, я не знаю, читали, я нашел интересный ресурс, если сейчас перейдем, если не ошибаюсь, вот он. Кто-то знает об этом сайте? Тут собираются все они, ну, не как бы не все, а все они, все, как бы можно сказать, слабые места, как и приложения, и ПО, и сайтов, и они даже публикуют, считайте, есть оператив топ-25 уязвимостей, которые были найдены в 2020 году, которые, по сути, каждый раз натыкаются на эти же грабли. Если кто-то не знает русский язык, мы можем перейти и почитать, допустим, то, что говорит неправильная проверка ввода, и мы можем перейти на ссылку, и опять же перейдем на русский язык, и тут показывается, что оно из себя представляет. Тут уже показываются ошибки полей, тут если углубляться, кто именно занимается XSS тестированием, можно вот почитать и даже вот влезть в код. Вот тут в основном показано на основе приложений, но есть еще то, что я довольно часто сталкиваюсь, это нет валидации на загрузку файлов. Допустим, у нас есть, ну, в прошлой лекции я как раз рассказывал, разбирал сайт, это был обычный какой-то, можно сказать, это был сайт по Каби-центре, в котором вы могли загрузить свой макет, и тут была неправильная модификация, и мы с вами тему указаний. Вот отсутствие в авторизации, неверное решение получения, сейчас на защиту черной данных, проверка запроса в стране неправильной информации. Вот, и тут неограниченная загрузка файлов, по сути, кто занимался им на валидации, по загрузке файлов, у каждого, наверное, есть свой какой-то файлик, когда вам необходимо запросить какую-то картинку, или какой-то документ, мы знаем, что есть некоторое определенное количество, именно JPEG, или, допустим, у нас есть PDF-формат, или, допустим, PNG, ну, как бы, что-то для изображения. PDF можно отнести уже к текстовым, док, тексты, и тут показывает то, что большая часть, на чем попадалось, это то, что можно было загрузить просто какой-то любой файл, и Android Studio я, к сожалению, не смогу это показать, потому что это приложение поддерживает, но если вы хотите попробовать свои практики, я с веба загружал в тот сайт, который может было, допустим, использовать какой-то макет, вы могли запросить какое-то изображение, я загружал, просто ярлык брал с рабочего стола, допустим, от хрома, который имеет разрешение, допустим, у нас идет опера, идет какой-то ярлык, у него есть определенный тут запуск, вот, и рук типа вот такого вот, я его просто спокойно загружал, и это отправлялась форма на бэк, и она полностью проходила, и мне приходило в дембрельную почту, что там были введены те данные, которые я вел, отображались, и плюс был, отображался вот как раз мой ник, ну, как раз тут был хром, и ручок, и он как раз бэк спокойно хабу, вот такие вот, извините за слово, различные файлы, которые не были предназначены для загрузки, хоть там в валидации было написано, что можно загрузить картинку, разрешение PNG и JPEG, вот тоже вот была такая валидация, к сути, ее не было, можно сказать так, кто-то сталкивался вот с таким, просто я не могу показать на Android Studio, но вот этот сайт, тоже есть в доках, и он тоже очень полезный. Это распространенная ошибка, когда есть, если кто-то работал с ЕЦП, и там загружается файл с ключом, вот та же DIA, у них поначалу, туда можно было грузить все, что угодно, там любой формат грузился. Ну вот, и... То есть там должен был этот расширение K или еще какое-то грузиться, но по факту, что оно потом вылетало типа Ler там некрасивым, некрасивая штука, то есть она не обрабатывалась BECOM, ну плюс ее Frontend JS на этапе JS валидации, то есть она никак не обрабатывалась, и оно все улетело. Такое было. Ну, это очень распространенное, и вот я тоже вот то, что сейчас работаю, и довольно часто вот закинули свой файлик, он такой тоже вреденосный, ну не вреденосный, он просто как бы подразумевается вреденосность. Я его закидываю и постоянно его ублю на том, что нету валидации по файлам. По сути, так можно закидать много чего опасного. И кому будет интересно вот почитать, тут очень много различной информации, и он каждый раз обновляется этот сервис, я его вернул на английский язык, он будет дополнительной информацией, можете обращаться и читать. Просто если развернуть, то просто можно, ну так как вы уже ответили на этот вопрос, что можно загрузить и добавить все, что угодно, вот даже по примеру, с DIA, якобы даже для себя DIA не тестировал. Вы, видно, просто решили протестировать DIA на различные файлы, посмотреть, насколько она стабильна. было, когда она вот только запускалась, именно на сайте, когда, или когда было вход через DIA в кабинет в DIA, например, то DIA там тоже себя интеректно вела. Там уже все идет, и шло через портал DIA, получается, там редиректы были, так вот, DIA там, все, что хочет, туда было и грузить. Сейчас они это пофиксили, сейчас оно там сразу отваливается, но на некоторых моментах там на пароле, если неправильно введешь пароль, то, что оно говорит, что, типа, некорректные данные, и можно, типа, их изменить, но по факту, пока не обновились страницы, оно не принимает никаких изменений, то есть надо рефрешнуть страницу, а потом уже вводить. Почему так? Это какой-то, блин, трэш. Да, тяжело быть тестировщиком, когда ты просто заходишь, куда-то что-то сделать, и ты просто начинаешь, ну, сам по себе тестить, вводить какие-то данные. И консульт красная. Да. Вот, и это я сам по себе знаю, просто, когда пользуюсь какими-то сервисами, всегда что-то хочется сделать, не так, как юзер быть, а просто потыкать, посмотреть, чтобы что-то, вот, словить какую-то бабу. Это уже, скорее всего, профессиональная. Вот, то, что мы еще проходили, это, можно будет рассказать о валидации, регистрации, авторизации через Facebook было такое, что вот на том приложении, которое вам показывал WishCloud, у меня было два аккаунта, один аккаунт был с контактом, а другой был именно с Instagram, а другой был именно они были зарегистрированы через соцсеть, и было так, что я, когда заходил при помощи аккаунта, который находится в Facebook, номера телефона все разные, и почта все разная, и так выходило, что с Facebook я попадал именно в контакт, вот был такой баг, я переменялся и закидывал в другой аккаунт, вот на как бы на Дэви, хорошо, что такого на пройде не было, вот было так, что я мог вот так вот перепрыгнуть, вот было тоже такой случай. Николай, а еще можно к конъекциям XSS, вот у вас там есть проверки, да, с 28 по 35 строке, скажите, пожалуйста, а как вот, допустим, XSS фамилия поймана фильтром, можно поподробнее, на этом моменте, это как-то то есть что тут подразумевается под инъекцией, что вводилось в поле, то есть как-то подробнее можно? Да, я подробнее расскажу, но тоже самое обычная инъекция алертовская, ну вот как алерты. то есть обычный алерт. Да, обычный, но вот я тестировал, ну тоже. То есть вы туда вставляли тэг-скрипт, в нем сообщение, закрывающийся тэг, да, правильно понимаю? Да, вот самое стандартное, то, что мы всегда используем, и вот это все, оно вот так вот, был просто сервис русскоязычный, и вот как раз там было имя, отчество, пароль, повторить пароль, и я вот как раз во все поля, ну это как бы тоже относилось к веб-версии, это применимо и на мобильной версии, вполне спокойно, и как раз это не, ну по сути, оно все пропускалось, вот, было вот такое у меня, вот это именно обычная инъекция, вот если вы говорите, вот если приподробно, да, на вас попсошно, спасибо, что остановились на этом моменте, вот еще если говорить об инъекциях, я могу вам скинуть, если не ошибаюсь, подробно, это те, кто вообще хотят этим заниматься, ну или просто использовать свои практики, потому что изначально, когда я начинал тестирование сайтов, я не использовал никакую инъекцию, но потом стало интересно, если вернуться именно к тематическ-листу, который я говорил, который большой, и тут есть security тестирование, это будет у нас search, вот у нас security и по xss, тут есть целая дока, что как можно применять, в каких случаях, вот вы можете почитать быстрее, как что применяется, развернуто, вот я просматривал полностью, это все свои практики, не использовал, но вот можете как раз быстрее, будет интересно, вот она тут по сути очень такая разнообразная сама по себе идет, так, и следующее, ну, тот случай, кто был с авторизацией регистрации, еще надо показать какое-то приложение, потому что неудобно просто так разговаривать, и давайте все-таки будем это достичь, и есть еще такой кейс, который я люблю вводить, у нас идет есть то получится, мы сделаем заказ какой-то, и у нас идет а тут такое не сделаешь, у нас не идет неограниченное количество на вебе, можно сломать это, может не всегда идет предусмотрено, что мы можем допустим заказать какие-то пельмени, мы можем заказать 10 единиц, но дело в том, что если мы это могли бы использовать веб-версе, мы могли бы ввести какое-то отрицательное значение, могли ввести количество 10 или минус 100, и ценник может пересчитать тут в минус допустим у нас 109 гривен, может посчитать в минус 109 или там минус 1009, или можем ввести какое-то неограниченное количество там и будет допустим 1000 или миллион с n-м количеством значений, и вот такое тоже довольно часто ломается, и плюс у меня был бах, я добил, был калькулятор, который может было допустим вы хотите заказать себе сайт допустим одностраничник, но вы хотите добавить туда там еще 5 страниц или 6 страниц, и вышло так, что каждая страница стоила дополнительно 3000 гривен, если не ошибаюсь, допустим 3 дополнительные страницы это 9000, я примеру говорю, и можно было сделать так, что мы могли указать с вами как плюс страницы, так минус страницы, мы могли сделать так, что мы могли указать плюс 3 страницы у нас было плюс 9000 гривен в цене, допустим у нас было 12000, но мы могли указать еще минус 9 страниц, 3 страницы и в итоге цену выбивалось, что по сути мой клиент а нам считайте сервис должен минус 9000 гривен и вот это как раз этот калькулятор с отрицательным значением можно было как раз тоже сделать заказ ввести мейл сделать заказ Бек это пропускал и мне приходило сообщение на почту что ваш заказ принят такая-то такая цена и к итогу у вас в заказе минус 9000 вот у меня тоже вот кейс попадался я показывать не могу просто уже указано какое количество могу ввести у вас откуда именно с отрицательными значениями у кого-то попробуем все-таки что-то заказать видим что мы в корзине у меня если знаете сайт издательства ранок и я когда вот у нас была проходила курсы тестирования лет семь назад было на их старом сайте в общем сделала заказ где-то на тысячу гривен и при отправке перед тем как сабмитить форму я изменила сумму заказа в ноль и мне пришло подтверждение на почту что там перечень заказа моего и сумма к оплате ноль то есть ушло сабмит в базу и окей вот с таким встречалось вот ну и вот я как раз сейчас нахожусь в корзине тут есть один пах небольшой то или это андроид студия скромно не до конца отрабатывает и допустим мы можем дадить отрицательные положительные значения но в приложениях это тоже довольно редко но она бывает но самое главное что мы когда мы с вами заказывали очень интересно потому что когда я заказывал из формы то есть из меню какого-то перейдем обратно в меню то я могу тут указать уже 10 единиц какого-то там допустим у нас спица есть и мы нажмем заказать и у нас тут идет 10 единиц но если мы с вами переходим в саму корзину уже в основной заказ у нас тут уже идет неограниченное количество мы можем дальше сколько хотим добавлять ну как бы тоже очень интересно потому что в таком случае или идет какое-то ограничение или потом уже в случае того не сильно так часто вероятно происходит что оператор должен перезвонить и уточнить что мы можем заказать там 10 тысяч пицц еще что-то и оно как бы идет но всегда вот где я работал мы всегда в тезе клиент прописывал что необходимо допустим определенное количество товара допустим идет продажа каких-то тоже бойлеров допустим можно было только заказать 10 15 единиц бойлеров ну если идет предзаказ там можно было добавить еще там определенное количество бойлеров тут очень такое странное насчет промо-кодов допустим тоже интересная штука в том что если вы вообще тестировали корзины есть определенные промо-коды которые выдаются допустим для тестирования они постоянно можно использовать а второе то самое там это мы можем выбрать провести как всегда очень соберем нажать активировать тут на русском появилась холидацию правилки неверный промо-код и мы можем ввести кто-то еще может пройти бывал мне так промо-код проходил тоже тестирование все тут допустим с промо-кодами окей и мы давайте нажмем оформить заказ мы перейдем 5 же так нас идет имя фамилия с вами оформим заказ на вот тут имя валидация все идет на русском языке у нас идет онлайн или терминал количество персон мы можем 0 выбрать ну как бы 0 тоже не должно быть если идет все равно заказ заказ идет уже родной персоной как бы 0 она тоже не должна выходить это можно как бы отнести тоже как будет по мне к бабу вот и даты и время март и допустим мы сможем с вами указать сентябрь или не странно что это тоже как бы нет потому что мы не можем если мы выбираем то должна быть еще какая-то валидация даже будет весьма тестируем календарь это заключается в том что мы можем допустим выбрать на сегодня или при заказ на завтра но не думаю что можем будет выбрать заказ на 24 декабря и по времени интересно давайте если мы хотим на сегодня выберем сегодня это будет январь я уже просто использую как обычный юзер чтобы так сильно ничего не ломать ну давайте ну как бы сегодня идет еще 24 января и да вот я у них как бы нету и на валидации по сути он должен отчитывать то время которое прошло и по сути следующий заказ мы должны сделать где-то на 10 часов вечера или один что вечера тут выходит так что мы можем сделать заказ на как бы на сегодня на 24 по сути уже в прошлом это будет на 15 минут 2 ночь утра вот ну как бы это тоже уже не около работа вот так календаря потому что можно тоже вот так накрутить себе и отправить заказ в прошлое или даже вот будущее на какой-то декабрь вот так как бы тоже не очень верно нас идут наличные нужно ли сдача да и мы допустим можем тут обычно дело что мы можем так указать вот и дальше если мы нажимаем подтвердить заказ будет ли вообще тут невинники данным телефон ну давайте проверим что можем его так что пройдет это валидация а валидация только сработала на имя и номер телефона на основные данные но может нужна задача думаю он то крайне сучи можешь пройти что должны в минус почти не ограничено количество цифр вот это тоже какой-то вот и еще можем поводить всякие символы и оформить заказ допустим еще можем уже есть некоторые баги которые уже мне не нравится на форме мы ведем а пока без игрека да он принимает номер телефона и чтобы сделать номер телефона по нулям все и всегда лично просто все видим что заказ как бы оформим хоть мы изначально видим что оператор никак не дозвониться это он идет супер но в тупик но суть того что этот заказ который был сделан изначально мы видим на первых рамках мы не могли при регистрации вести номер телефона все нули мы это помним я когда изначально показал но сейчас при формировании заказа и просто ушел все по нулям мы вели отрицательные значения и по сути как бы можно сказать что компания идет в минус при таком заказе это тоже не по сути при тестировании по сути корзины я нашел первые два три ну четыре бага точно шоу очень такие критичные которые на прот не должны попадать но это является как бы рабочее приложение но можем еще отслеживать заказ как бы ваш заказ правлен тут очень плохо видно как по мне даже если с реального смотреть неплохо видно плохо видно именно написание шрифта научить сильно сливается и как бы тоже можно дальше говорить что это интерфейс не юзи и friendly неинтересно бы даже если вот так взять перейти посмотреть реально ли пошел заказ в обработку потому что вели невалидные данные и нет к визерам и телефон ничего нет вот и можно интересно пробить или нет она вообще ушел или нет по ней есть операторы и сталкиваться с такими заказами невалидными данными которых не приходит то они должны уходить в тупик но вот по сути компания создала себе вот довольно часто захожу ломаю так различные сайты сам для себя и на своем канале я тоже тесте различные веб-сайты мы приложения и вот довольно часто сталкиваюсь вот с такими вещами вот какие у вас еще есть вопросы то еще использовал себя допустим когда вы тестировали верстку но это само собой что есть определенный тоже я указал в полезных ссылках что есть постоянно то что допустим западает бургер насчет подойдет к самому вопрос который хотел задать или допустим тут блоки на лазит на наслаиваются друг на друга допустим у нас как акция есть акция может перекрывать кнопку подробнее она может допустим не нажиматься тоже распространены баги пола да вот как раз тоже я отвечу на вопрос и сейчас допустим были у вас такие случаи что вы когда тестировали допустим вверстку и вам казалось что дизайн сам по себе не юзи френдли он чем-то неудобные чем-то непонятные бывают некоторые вещи очень сильно могут вести юзера непонятные ситуации короче юзер можно по себе запутаться были ли у вас такое обращали на такое внимание выписывали что допустим вот какая-то вещь может зайти ступор и визера а насчет пока отвечу на ваши вопросы вот насчет плохого интернета мы тоже разрабатывали одно приложение и у нас вот если было специально несколько но несколько веток и мы специально сделали ветку я был очень низкий интернет и не не ошибаюсь там интернет бойся не ошибаюсь меньше метра там было или 256 или 512 килобит секунду ну по сути на наше приложение которое мы пользуемся это очень медленно и мы тестили вот как раз тут тоже есть в чек-листе пункт с тем что тестировать приложение с низким приоритетом с низким интернетом встретил что грузится у нас даже было специально регламентированное время когда мы тестировали насколько будет отображаться изображаться картинки у нас была длинная лента не сильно хотелось бы это загрузить и показать это приложение чтобы было понятно но он дальше нечет сейчас Нет, для виртуальной клавиатуры я не думаю, что может быть какие-то быстрые требования, но если вы будете поставить какой-то пакет, так как вы говорили, что с голландским языком, но у меня может быть так, если говорить о реальной клавиатуре, которая использовала себя на телефоне, то было так, что не работали кнопки, ну пакет, который установил разработчик, когда создается приложение, каждый пакет за что-то и компонент отвечает. Допустим, даже есть отображение клавиатуры на каком-то другой теме, есть различные пакеты, которые позволяют отображать на белой теме, где-то какие-то на темной. Так вышло, что он поставил очень кривой пакет, который не работал, и у меня не работали некоторые части клавиатуры. Да, вот тоже вот такое вот было. Может быть это было дело с пакетом, может быть еще, ну как бы можно было выписать это как бах, что у меня клавиатура не смахивалась вниз, потому что все пакеты, которые отвечают за свайп, за смахивание, это тоже разработчики ставят. И допустим, у вас есть какой-то дропдаун, в приложении, когда вы открываете дропдаун, открывается, ну, попадающий список какой-то с каким-то уведомлением, и сам по себе экран, он не подстраивался под это само разрешение экрана, не разрешение, а за сам текст, который выпадал, и он зарезал. И бах был в том, что был специальный компонент, который позволял, чтобы приложение само адаптировать текст под экрана, и он, по-моему, пододвигался. Когда ты закрывал дропдаун, все формировалось на место, ну, оставалось в отдельности. Кто-то что-то сказать хочет. Вот, ну, я буду пробивать дальше. Сейчас у меня что-то хотел бы запустить. Мне нужно такая критичная банка, которая... Сегодня не его день. Это полностью, потому что можно было бы дальше проходиться. Так, у кого еще какие-то вопросы? Я думаю, что наш ивент не будет полный 3 часа, он будет... Ну, короче, конечно. Вот, и... Так что... Вот насчет такой опции в Android Studio, я не знаю. Я просто... Ну, чтобы занизить интернет, есть... Да, если не говорить об Android Studio, мы это использовали, когда тестировали на реальных устройствах, и там в... Да, если зайти в iOS, есть, кажется, лимит интернета или режима многосбережения, где можно понизить вот эти все значения. Мы это тестировали в том, что нам необходимо было тестировать анимацию. Если, допустим, iOS взять и включить энергосбережение, то он будет не воспроизводить некоторые анимации в веб-сайтах, или, допустим, у нас будет хедер, там будет какая-то карусель, она не будет крутиться, он, короче, урезает все анимации. Вот если на iOS поискать эту информацию, то, да, можно сделать так, чтобы было меньше потребления интернета, и как раз можно потестировать те приложения при низком интернете. Вот то, что я могу сказать на этом плане. Так, сейчас следующее. Вот как раз то, что мы смотрели на основе смоуфа формата, ну, корректное отображение формата года, месяца, дня, недели. Как бы оно отображалось, но мы видели, что мы могли вот заказать с вами на прошлое и на будущее. Как раз прошлое очень, на будущее и прошлое, не то, что в сутки, допустим, можем делать, а мы могли заказать, аж, допустим, на декабрь или на какой-то другой день. Допустим, когда вы тестируете верстку, это уже долей просто, то, что все шрифты, вот довольно сложно было в том, что у меня никогда не выходило просмотреть, как отображаются шрифты именно при помощи мобильного устройства. Это было очень сильно, как бы, темно, я их определял на глаз, честно говоря. Можно сказать, что если вы знаете какой-то другой способ, как можно построить шрифты, допустим, при помощи веб, я знаю, через маршрую консоли зайти, где у нас находится HTML, CSS, через DevTools, извиняюсь, и там можно посмотреть, какой шрифт применяется, допустим, к какому-то там H1 или H2 или какому-то параграфу, но тут вот довольно сложно, и некоторые вещи просто действительно определялись на глаз. Вот у меня просто был макет, и я смотрел, если шрифт не совпадает у меня с макетом, то я выписывал, делал скрин и выписывал уже бах, что шрифт не соответствует макету. Вот еще тоже довольно часто, если мы будем все, когда текст не выровнен, это заключается в том, что когда мы с вами тестируем, допустим, у нас были большие проблемы, когда уже появился 12-й iPhone Pro, он был очень большой, и у него была щелка, ну, щелочка, вырез, и было в том, что весь контент залетал под нее, и при большом разрешении программист тоже, конечно, не учел, вышло так, что у нас были информационные блоки, новостей, и они просто начали снижаться друг на друга. Кто тестировал веб, знает, это довольно распространенный бах, который тестируете на мобильных устройствах, но вот в приложениях тоже бывает так, что вот едет все друг на друга, допустим, мы открываем то, что пишется под iPhone X, ну, или XR, довольно, ну, как бы око, можем открыть на iPhone 8 Plus, он немного сам по себе нестандартное решение имеет, там действительно очень сильно плывет тверстка, и, допустим, какие-то мелкие элементы под постом, ну, допустим, иконочки, лайки, дизлайки, там, комментарии, они начинают очень сильно плясать, тоже довольно такие распространенные ошибки были. Ну, как обычно, бывает так, что проверка орфографии тоже происходит, почему? Потому что, первое, текст надо необходимо пробежать, и самое главное, чтобы еще в тексте не было текста заглушки, текст заглушка еще называет текст рыба, я сейчас покажу, что такое, кто не знает, это бывает, когда дизайнеры что-то делают, это идет в лором импут, да, вот, кажется, он, это просто идет альтернативный текст, вот такой вот, довольно часто могли его увидеть, и вот, его бывает, когда разработчик уже наполняет, допустим, или через админку, есть две части, разработчик можно наполнить какие-то, ввести, допустим, новости, какие-то посты, а второе, бывает так, что у нас, даже не некоторые случаи были, когда через админку, допустим, ввели какие-то там новости под посты, а затем эти новости выкатили на прот, так выше, что мы на прот выкатили не уже необновленные новости, которые там относятся к чему-то, а мы выкатили, картинка была нормальная, новостная, а вот текст мы выкатили заглушку, и вот как раз, когда этот момент не усмотрели, некоторые пользователи начали жаловаться на то, что выкатили текст заглушку, на это тоже необходимо обращать внимание, оно, конечно, да, создает объем, и когда немного замылен глаз, это можно не пропустить, потому что это выглядит как цельный, ну, симпатичный такой блок, но один раз мы его пропустили, и выкатили новостной блок с заглушками, такое тоже бывает, это все с реальной практики. Вот то, что еще можно было бы еще говорить, ну, я тоже изначально вначале говорил, это некорректно ли отображаются серыми, это, допустим, неактивно, мы знаем, что есть такая, когда мы с вами регистрируемся или авторизируемся на кнопке, пока мы с вами не ведем все корректные данные, кнопка задизайбленная, она серенького цвета такого, и вот как раз, как бы это тоже, можно сказать, плюсом того, чтобы, можно даже выписывать, если вы веб-тестируете, что когда кнопка должна быть задизайбленная, пока не ввели все данные, которые необходимы, и когда валидация проверить эти все данные, допустим, та же самая, так как и идет с этими изображениями, и допустим, именными фамилиями, ну, так, что мы видели все негативные тесты, которые я сейчас проводил, те, которые вы еще можете почитать, то да, вы можете, тогда уже может кнопка быть активной, плюс вы еще должны схватиться с политикой кондициональности, ну, там я согласен, чекбокс поставить, вот, это тоже довольно распространенный кейс, на что можно тоже обращать внимание. Анимация между переходами, тут можно сказать о том, что когда вы будете тестировать или тестировали, в нашем случае у нас был дизайнер, который рисовал, создавал аниматикой, и он показывал, как должна работать анимация, допустим, при переходе одного блока в другой блок, как должны даже появляться экранчики сверху вниз, или снизу вверх, или слева направо, или справа налево, даже такие, или даже для того, чтобы понять, как работает, допустим, приложение, мы когда первый раз заходил юзер, там, допустим, был такой интерактивный экранчик, который показывал, что при клике на кнопку пошарить можно было поделиться там в социальных сетях, и вот эта последовательность, как оно должно работать, эта анимация, тоже была у нас прописана, и мы тестировали в отдельности анимацию, и, по сути, на своей практике работал на одном едином портале, где было огромное количество анимаций, каждая страница была анимация по-своему, по-своему крутились блоки, по-своему даже кнопки, когда при наблюдении, если кто знает, из веба, тут, конечно, такого нету, когда ты наводишь на кнопку, допустим, вот у нас идет машинка, по-своему цвету ты наводишь, она становится более темно-зеленой или синий, и вот этот называется horror эффект, в мобильной версии я такого не видел, мы просто можем там при клике, вот видели, что анимация сработала, я нажал, и вот как раз такой кружочек вокруг появился, ну, это то, что просто тоже оклипнул, это отработал Android Studio, это является анимация самой кнопки, вот как раз обращать внимание на анимацию необходимо, если они прописаны в тестовом задании, и если на них есть аниматик, ну, у меня был аниматик, но многие знакомы, которые тоже, как бы, друзья, тестировщики, у некоторых аниматика не было, и просто вот смотрели красиво-красиво, глаз не резит, ну, ну, гласный решит, анимация работает, ну, допустим, так и пойдет, там уже клиент будет сам делать правки, вот то, что говорил, ссылки на документы ведут на соответствующие разделы, ну, тут уже на сайте, я его просто взял, но может, как бы, на сайт тоже оставить, потому что когда мы переходили по вишклауду и кликали с вами, допустим, на эти документы, которые были во время прохождения политики и официальности, они должны переходить, ну, как бы, иногда можно открыть внутри приложение, а иногда они могут вести, допустим, на какой-то раздел, и давайте посмотрим уже на примере этого приложения, что у нас идет уже какой-то меню, акция, выйти в личный кабинет, у нас идет регистрация, и тут есть какая-то политика, вот у нас есть пользовательское соглашение, и он должен куда-то перевести нас, но у нас никуда не привело, вот как раз еще не слоянская кухня, это само собой, выйти в личный кабинет, и мы видим, что при регистрации, вот как раз у нас никуда не ведет, мы кликаем сюда, хотим что-то почитать, идет подгрузка, и да, и нас обратно выбрасывает меню, вот еще один такой баг, который может быть, что-то ловили, то что у нас никуда не перевел по политике. Так, плюс еще, чтобы по возвратам, тоже можно было такая банальная тема, говорить о том, что мы, допустим, находимся в юзере, и мы тут нету способностей, мы можем только так закрыть. Есть в некоторых приложениях кнопочка назад, и, допустим, если мы находимся на регистрации авторизации, и тут идет кнопка назад, и мы кликаем, допустим, возвращаемся там, где мы были, мы были, допустим, с вами или в подарках, или в меню, но бывает так, что при клике на кнопку назад ничего не происходит, вообще не происходит переход назад, и не возвращаемся. Еще есть такой, очень такой распространенный бах-бах, не знаю, вот как раз вопрос, сталкивались с таким, что при двойном клике допустим, на этот блок, тут я не покажу, открывалось сразу же два окошка, друг за другом, у вас был такой, бах, вот тут просто нигде это такое открыть, продемонстрируется, я тут такого тоже нигде, но есть такой, два раза кликаешь, и два раза появляется экранчик, нет, тут они раз появляются, но было так, да, вот я вижу, что написали, что открывается по 2-3 экрана, это тоже очень-очень такой распространенный бах, вот на некоторых приложениях, оно сталкивается очень часто, даже некоторые приложения, которые встречал в проде, которые ставил себе на телефон, ну, которые я не тестировал, нажимал 2 раза, 3 раза, по 2-3 раза, как-то написали, открывался один и тот же экранчик, вот поддержки жестов, когда, как бы мы понимаем, когда у нас идет уже какое-то рабочее приложение, и мы можем там свайпать, делать свайп вверх-вниз, вот скролить, вот и по сути, два атак, что у нас вот идет основная такая, блок, ну, тут у нас идут сейчас, меню наше основное, но выходит так, что был такой бах, что мы могли это скролить бесконечно, и вот начинаем, мы начинаем с small food market, и скроллим до савянской кухни, и мы постоянно вот так крутим, бесконечно могли крутить ленту, это тоже был такой бах, потому что, ну, я, например, этого рассказал, там была суть в другом, что у нас постоянно была зациклена лента, у нас должен был быть миллион картинок, у нас было сто этих картинок из миллиона, но дело так, что они были так зациклены, что они постоянно повторялись, это был бах в том, что миллион не отдавала картинок, по сути должна была ленту бесконечно, что пользователь не мог до конца доскролить, и вот постоянно был один скроу, этих 100 картинок, допустим, тоже был вот такой бах на основе скроу. второе то, что тут нет такого, я не могу тоже избранную перейти, давайте в подарки, то же самое у нас есть swipe up, down, вот тоже бывает, бывает не swipe up, когда мы скроллим, тоже очень часто я встречал с тем, что когда ты скроллишь ленту, скроу обрезается, допустим, у нас идет этот блок должен появиться, а вот до середины его обрезают, и дальше скроу не работает, но хоть мы знаем, что у нас дальше там идет изображение, текст, кнопка, вот тоже вот такой бах, двойный частот она встречается, но если говорить еще о Pixel Perfect, Pixel Perfect можно сделать на бэк-версии, но Pixel Perfect я делал на глаз, признаюсь, в мобильных приложениях, если очень хорошо намечен глаз, то вы видите даже, как бы, примерно вот ступы, можно даже сказать, как оно выглядит при определенных разрешениях, разрешениях, но полный Pixel Perfect мне всегда получалось сделать, ну, когда я тестировал веб-приложение, вот, какие вопросы есть, кто с чем сталкивался? Николай, а вы по поводу свайпа рассказываете, а по поводу инерции, да, иногда что, как-то он идет плавно-плавно, а потом ревками, вот дотягивает, получается, блок, чтобы отобразить всю, полностью картинку, вот этот, такой бах, инерции, сталкивались? Да, я тоже сталкивался, но даже вот сейчас, так как работает у меня сейчас Android Studio, вот, она бывает, не дотягивает, ну, это нельзя сказать бах, потому что, если это запущено на нормальном устройстве, она будет работать, вот, то, что вы мне, то, что сказали, да, тоже таким сталкивался, что, можно было доскроить до определенного момента, оно как бы нормально ишло, а потом приходилось еще пальцем вот так вот дотягивать, чтобы дошел скроу до низу, допустим, вот я с таким тоже сталкивался. еще вопрос, А по поводу того, что там дотягивать надо, а разве это не проблема до загрузки? Ну что, ну, если у нас до загрузка нормально работает, допустим, она работала нормально, и потом необходимо, если оно догрузило весь контент, и мы начинаем скролить, то и оно не доскролливается, не доскролливается, извините, то это уже бах, это не является до загрузкой, если у нас загрузило всю страничку, несколько блоков. Ну, там же еще может быть, там же есть, когда вот мы пальцем, да, касаемся экрана, там есть точка старта, и точка, когда мы отрываем палец, и это действие записывается, типа, старт и энд, вот когда мы отрываем, типа, оно пишет действие энд, и Вы пропали. Ладно, тогда если вы подключитесь, мы вернемся к этому вопросу, но когда у меня такое было, когда мы тестировали это приложение, ну, связанное вот именно в подобной социальной сети, у нас была загрузка различного контента, и когда он грузился, грузился, и потом приходилось дотягивать, я это выписывал в бах, ну, у нас реально просто было приложение очень забагованное, это было очень, о, мы вернулись. Ладно, я закончу мысль, приложение было очень забагованное, и скидывать это, ну, то, что не до загрузки не было, оно просто вот не до скролливого, и мы это выписывали в бах, в вашем случае, то, что вы рассказали, кейс, это вполне вероятно, что не было до загрузки контента, вот это тоже можно соотнести с этим. Прошу прощения, у меня проблемы со светом, то есть с электричеством, в общем, неважно. То есть, получается, может быть, как проблема с тем, что не учли корректную дозагрузку, это получается, типа тайм-аутом, наверное, там не хватает. Когда у нас программы, мы общались с программистами, и они говорили на своем языке, выходило так, что когда они формировали ленту и писали код, они не использовали никакие компоненты, они использовали нативный JS, ну, чисто JS, без фреймвора, и писали вот работу самого, самой ленты, как она должна была загружаться. И если мы зайдем в такие, ну, как в Инстаграм, и зайдем, допустим, как, ну, да, на основе Инстаграма, мы можем очень быстро крутить палец по ленте, и у нас есть нормальный интернет, она постоянно интерактивно сразу же отображается, моментально просто. И вот у нас хотели дойти вот до такого идеала, чтобы не было такой дозагрузки, ну, при нормальном интернете, но это было очень сильно затратно и денежно, и время часов, и не было такой клинициации программистов, чтобы могли написать такой код, чтобы он вот просто, вот просто даже приобычной интернете вот так вот отображал ленту. Можно просто и так и так сказать, ну, просто когда в Майдраке я работаю с ним приложением, это было заключалось в том, что это был просто бах. Но в вашем случае может быть, что просто контент не загружает. Да, спасибо. Вот, ну, просто у нас было одно такое главное требование, когда я работал на одном социальном проекте, в социальной сети, клиент заходил и говорил, я хочу, чтобы было как в Инстаграм, я хочу, чтобы лента работала как в Инстаграме, или хочу, чтобы анимация отображения, когда мы переходим с ленты изображений, допустим, в самоизображение в отдельности, вот такой был переход. И мы своими силами дизайнера и программистов, ну, тестировщиков пытались воплотить вот так же, как в Инстаграме. Потому что, конечно, маленькая студия не может тягаться с такими гигантами, как Фейсбук и Инстаграм, но клиент-то хотел, ну, многие-то хотят, мы хотим, как в ТикТоке, чтобы у нас свайпалось так видео, это обожалось тоже видео. Вот, и приходилось такие вещи пытаться воплотить. Это, конечно, было очень сложно даже тестировать, потому что те вещи, которые я тестировал, допустим, у нас, даже сейчас немного расскажу о шеринге, когда я хотел, допустим, все слова приложения пошарить что-то в Инстаграм, в сторис, то я не знал, как это работает и должен быть работать, потому что не был предмет документации, я просто заходил в ТикТок, допустим, и начинал шерить с ТикТока себе в Инстаграм и встретить, как работает шеринг там, допустим, идет код изображения, идет логотип ТикТока и вот мы на основе такого говорим, вот давайте так и так зашерим. Вот такое было тоже. Был еще один такой окей, что мы хотели, допустим, с нашего приложения пошарить кому-то личное сообщение в Инстаграм. И я тоже это делал шеринг себе личное сообщение, но было так, что просто иногда просто приходила картинка, а иногда просто приходила ссылка, но ты кликал на ссылку и просто предображался белый экран. Вот тоже была очень большая такая проблема, вот много шишек набили, но это был очень такой, можно сказать, драгоценный опыт с шерингом изображений. Вот. Я, конечно, чуть отошел от темы. Вот. То, что я хочу еще добавить, низкопропускная способность и тоже отказы, это когда, допустим, можно будет еще рассказать в таком кейсе, что вы работаете с приложением и, допустим, у вас отключили интернет и у вас должно появиться, допустим, модальное окно о том, что bad connection или, допустим, разрыв с интернетом, как будто, ну да, как бы реальные вещи, которые мы все знаем, но бывает так, что этого поп-ап забыли перерисовать, даже дизайнер забыл учесть, что произошел разрыв с интернетом и юзер просто как бы тестили, смотрели, просто ты начинаешь работать, оно не работает, не можешь понять, а у тебя даже ничего не уведомляет, потому что ты сам в последнюю очередь смотришь, конечно же, наверх, на подключение, есть у тебя интернет, а потом ничего, приложение никак это не уведомляло. Еще что хочу сказать в уведомлениях, это push-уведомления, кто-то тестировал у вас? Просто я говорю, что тут вот sharing контента в соцсетях, то, что я рассказывал, рекламу приложениях, темная и светлая тема, то, что можно тестировать, использовать. Вот, и я просто рассказываю, потому что это приложение не дает мне. Еще можно проверить переводы, можем перевести на украинский язык. Николай, а можно еще вопрос? Вот вы затронули тему темного экрана, да, темная, тема, и, допустим, когда по умолчанию стоит темная тема, да, на телефоне предустановлено, и вот приложение Кло при отображении штрих-кода карты, сканер, получается, ну, на заправке сканер не может считать. Это считается багой приложения, правильно? Потому что надо сделать так, чтобы такие элементы, которые надо считывать, они должны быть визуально хорошо видны. и даже вот когда использовали ли вы Планета кино, их приложение, и когда даже вот ты покупаешь билет и идешь, чтобы его сканер, чтобы зайти в кинотеатр, то приложение автоматически начинает включать экраны полную яркость, чтобы было видно сам этот промо-код, этот вот штрих-код билета. вот это бах самого приложения, что они не досмотрели, можно сказать так. Спасибо. На счет сейчас давайте я еще раз две секундочки. Можете еще пока задавать вопросы. Вы затронули тему по поводу пуш-уведомлений, да? Да. А в чем может быть проблема, если, скажем, приложение на телефоне открыто, ну, просто как его свернули, да? Токен настроен и отсылает пуш-уведомление, но само пуш-уведомление не приходит. Ну, может быть, телефону такое было. Первое, то, что у нас довольно... А, сейчас, извините. Первое, то, что было, это заключалось там само приложение не принимало, оно просто терялось. Хоть токен, ну, как бы токен есть, который должен перейти к пуш, это просто оно не долетало, не доходило или не принимало само приложение. Вот, там бывало такой баг, что наоборот, вы на телефоне выключили пуш-уведомления, но запускалось пуш-уведомление тестовое, оно приходило, хоть у вас отключены пуши на мобильном приложении. В общем, такое тоже может быть. А сама оболочка телефона может как-то блокировать пуши? Нет, никак, потому что, ну, может быть, если вообще в телефоне, если не ошибаюсь, в настройке там, допустим, андроида, то, кажется, есть где-то можно отключить, ну, допустим, чтобы не принимать пуши от такого-то приложения, допустим, вот тогда, даже если у вас пуши включены, они не будут приходить, скорее всего бах в том, что пуши не приходят. Вот, даже если токен есть. Спасибо. Вот, можете еще задавать вопросы? Николай, вы сталкивались с такими с прививкой диплинков, когда нужно открыть типа Mobile App и там дальше URL-ку, чтобы у нас открывалось, получается, мобильное приложение. Нет, я с таким не сталкивался. Я понял. А, стоп, у меня было такое, что я сейчас отвечу на сообщение в чате, да, я проверяю, как отображается изображение, ну, как бы портретное и в альбомное. Да, есть такой кейс при повороте, но бывает так, что разработчики рассчитывают только, чтобы приложение отображалось только в портретное, ну, как бы вертикально, и они блокируют, чтобы, ну, не было поворота приложения. Просто мы так используем на одном проекте. Вот, но мы это проверяем. А второе, то, что я хотел сказать, это на ваш вопрос на DeepLink, у нас было одно приложение, в котором мы использовали, допустим, вы заходите на какой-то сайт, допустим, давайте, например, возьмем просто розетку, якобы, давайте сюда зайдем, и перейдем на розетку. Розетка Одесса, вот сразу меня нашел, перейдем. Давай, подгрузит на час. Вот, давайте сразу коньяк. В втором вот у нас. И, допустим, у нас мы можем суть этого приложения вишка, у вас, извините, у вас есть какое-то желание. Вы, допустим, зашли на какой-то, допустим, на розетку или еще что-то, и вы, допустим, хотите себе iPhone, iPad, ну еще что-то. У вас есть какая-то хотелка. И вот при помощи, допустим, мы находимся на сайте, и мы можем взять, вот, взять, это страница дом, мы можем взять, поширить вот это вот желание, допустим, мы хотим бутылку рома в нашем случае, и мы можем закинуть его какой-то там вишка вот, вот как раз сюда. И вот как раз когда мы с вами ширим, уже ширим это, ну в этот бутылку рома мы с вами закидываем в это приложение, то когда оно добавляется в самой хотелке, отображается в вашем профиле, там есть ссылка перехода обратно вот на этот сайт. Вот ссылка перехода обратно вот по клику перехода на сайт или перехода в приложение Розетка, эта ссылка не всегда работала и отображалась. Я, конечно, сейчас попытаюсь найти какую-то более корректную версию, чтобы запустить и все-таки вам показать работу большую часть функционала. Я ответил на ваш вопрос. Вот именно вот как перехода по ссылкам во имя ввиду. Да, есть такие просто, чтобы открывалось сразу мобильное приложение, если там используют URL, куда ты нажимаешь, откуда тебе пришло, как push уведомление ты нажал, у тебя сразу открывалось приложение мобильное. Вот, но настроено, но изначально предустроено, то да, он должен открывать приложение. Допустим, если у меня есть приложение розетка, я, допустим, зашел на сайт и кликнул на ссылку, он меня всегда закидывает сразу в розетку приложение, даже в эсперосо. он просто запрашивает и не хочу обновления, и просто большую часть я могу показать на приложении. И после обновления, даже если скачать самую последнюю версию, просто хочется показать больше информации, которую я вам рассказываю сейчас, показать ее реально в рабочем. Плюс этот чек-лист, который мы используем, который мы сейчас все рассказываем, вы можете использовать его в своей практике, он тоже будет вам полезен. сейчас попробую скачать самую последнюю. Почему я не хочу обновлять, потому у меня уже потерял свой вход в Android Studio и как раз он запрашивает обновление до последней версии, которая находится в Android Studio. Я туда заходить не хочу и не могу плюс и из этого не очень выходит показать. Давайте перейдем почти заключать заключительной части оплаты кто занимался оплатами оплаты корзины допустим в приложении кто на сайте кто в приложении кто-то этим занимался кто знает фл оплаты как она проходит у меня сейчас проект с транзакциями но это чисто веб без мобильного хорошо а что вы имеете представление о тестировании приложения еще раз пожалуйста вы имеете представление о тестировании оплаты как она проходит ну да как проходит транзакция как проходит оплата что там можно поломать что можно сделать и такое все да вот недолгий order фан 2 теперь идут в чек-лист машин отойдет я очень надеюсь он заработает потому что это бах что я сейчас ввожу машина и он должен тут есть ключевые слова машина книга новости фильмы даже на английском языке на русском языке она все подтягивается вот но на это просто не находится и тут уже должны были падать ключевые слова как на pinterest интересы вот это очень сильно расстраивает давайте пусть так что вот что я хочу рассказать оба оплатах мальчик лист не то там мы с вами говорили так будет как будто работает на все краса час вот что я хочу вам представить в общем расскажу об оплатах как я это тестировал и занимался тестированием у нас был один такой проект очень интересный проект занимался тем что аренда коваркинг пространств кто знает что коваркинг то что если вам необходимо где-то поработать или провести конференцию то вы можете арендовать пространство где есть компьютеры допустим проектор даже как сам большой офис где стол и стул и можете поработать вот и мы занимались тестированием самого оплаты коваркинга как она происходила мы смотрели конечно дворску сейчас это мы смотрели давайте я вам если было понятно так как на приложении будет мы что-то с вами зайдем мобильную версию я буду объяснять вам о мобиле мобильном компьютере iPhone да вот мы перешли мобильную версию мы нажмем купить мы хотим покупать так мы сразу купили пакет какой-то с вами и вот если переходить уже по самому то мы выбираем у нас есть несколько выборов у нас идет оплата кредитная и оплата онлайн мы всегда смотрим когда отображается уже пароль отображение отображается карта номер карты когда мы уже ведем все данные конечно и допустим там идет этот код если неправильно помню кажется да и когда мы занимались тестовой оплатой нам предоставлял банк специальные тестовые креды которые банк воспринимал так что они идут тестовые там была какая-то денежка небольшая там было 1-2 доллара и вот как раз когда мы делали просто покупку первое мы делали что просто смотрели что транзак проходит то что допустим клиент допустим в нашем случае мы купили купили телефон и допустим оплатой идет связь сначала с банком наше приложение идет банк смотрит запрашивает данные которые должны были пройти это в нашем случае те тестовые которые мы вводили они проходили в админке и в банке по крону не по крону а выходило что-то тестовые данные они просто возвращались нам и мы делали покупку это то что нам предоставлял банк на проде мы когда что-то тестировали у нас было чуть-чуть по-другому заключалось в том что нам у нас уже боевая карта боевая карта была уже с определенной денежкой которые мы возвращали у нас был специальный возврат мы этот возврат тестировали тоже в админке допустим клиенту не подошла какая-то услуга к примеру и еще что-то и он хотел сделать возврат по услуге конечно администратор должен был допустим админ администратор который управлял админкой или оператор который сидит на телефоне он запрашивал код который должен был прийти допустим при оплате или когда только пришел заказ нам приходит на почту или на телефон ваш код подтверждения или номер заказа запрашивался и он уже по сути удалялся но суть в том что чем больше у вас допустим сайта приложения у вас может быть подключено огромное количество различных оплату допустим мы можем провести через приват 24 допустим мы можем использовать что у нас ну как бы я использую приват 24 для всякой оплаты еще что-то проводить но если мы возьмем что-то большое международное какой-то большой сервис допустим идет пау-пау ну как бы еще просто она вроде называется палка через нее тоже можно оплачивать есть такие сервисы даже оплаты как они это французская система оплаты она идет как кредитование допустим вы там можете купить товара допустим от 50 до 3000 евро и вот как раз если у вас купили этот товар то у вас сразу идет предложенных и приват 24 и допустим они есть различные такие как швейцарская система оплаты или шведская куарна то что вы хотите поискать они если хотите это поискать и потестировать то вы можете это все найти допустим вот они почитать если будете сталкиваться вот она эта система идет и вот есть куарна идет как наша допустим вот тоже вот куарна идет шведская она тоже происходит оплата через нее и еще есть огромное количество чем я еще работал как мы тестировали это все данные которые идут вы должны запрашивать у банка ну не вы допустим темлит или который будет заниматься проектом передает и вы уже начинаете это все оплачивать и проверять когда я работал у меня был собственный чек-лист потому что когда уже я имел дело с деньгами с самими оплатами там приходилось очень серьезно все перепроверять чтобы допустим деньги клиента куда-то не ушли не уехали и не было каких-то крупных проблем потому что когда клиент не может найти где-то какой-то там допустим товар или еще что-то или ленты немного допустим у нас не проскроливается еще тут одно когда ваши деньги куда-то уходят или допустим неправильно указан адрес бывает такое что при внимательности почему операторы или что-то нет подтверждения данных потому что несколько раз было так что у нас был клиент который вводил неправильные данные ему на смс приходило считайте то что код подтверждения все окей но было так что приезжала доставка приезжала на другой адрес даже в няде раз приехала доставка дивана с какого-то другого номера но я его не заказывал на пятый этаж занесли диван говорят получите диван я говорю не заказывала просто клиент тоже не указал неправильно форме скорее всего когда он заполнял диван и вот приехал у меня диван от кого-то вот такое тоже бывает ну это просто личном опыте с такими я сталкивался вот то что еще были какие-то интересные случаи с оплатой ну не то что интересный случай это критиков двойная выплата случалась при нажатии на клик неправильно отрабатывалось событие да такое тоже и даблклик очень частая ошибка не знаю почему особенно связано с сайтами wordpress если кабинет если кабинет на wordpress и юзер логинится у него есть там форма оплаты выплаты какой-то и даблклик на кнопку позволял делать делать две транзакции подряд не контролируя в принципе этот процесс вообще никак не лочи вообще ничего с таким не работал не сталкивался именно вот но у меня был случай просто то что при заполнении всех исходных данных у меня просто форма не отправлялась у нас просто выдавало 500 ошибок вот но у нас не было чтобы такое чтобы два раза ну это тоже конечно очень опасно вот и то что рассказывал вся валидация которую вы можете проверять это когда вы вводите номер ну карту номер и вот вы можете уже проверять все эти вот то что я рассказал именно истек струк действия банковской карты допустим вам будут какие-то креды вы можете ввести негативное тестирование вы можете ввести допустим прошлый год прошлый месяц истек ну тут понятно все вот бывает так что платежи заблокированы за подозрение в мошенничестве это тоже довольно распространенный кейс и в прошлой компании мы его даже тестировали было так что у нас был внутренний блоклист в котором мы допустим вводили какого-то юзера у него была карта введена у него был номер телефона у него был свой айтишник ну он как бы является клиентом нашего магазина и так вышло что была пришла ну пришло уведомление звонка что эта карта была замешана в мошенничестве в действиях и мы вывели блоклист и второй раз когда он уже захотел что захотел что-то оплатить на стороне отменки ничего не прошло потому что у администратора ну админинки кто сидит на ней появилось уведомление что визер находится в блоклисте вот но когда он это оплачивал у него не выводилось ничего никакая модалка никакой попав что ваша карта там смешана в какие-то темных делах вот такое тоже практикуется но не часто это уже на более крупных интернет магазинах проектах чтобы уберечь себя от мошенничественных действий вот такое тоже бывало вот остальные два это то что не является нулю минусу у нас тоже были специальные карты на которых были тоже разные то что на карте было значение ноль и вторая карта номера были карточные данные нам предоставлял банк и где-то сумма являлась нулю где-то в минус некоторым было то что карта была тоже полностью закрыта вообще было неактивно и был такой баг что у нас получилось провести транзун на закрытую карту она была закрыта банком и транза тоже как-то прошла и так это происходило но такой вот кейс мы тоже отловили то что неправильно как бы понятно неправильный номер введенной карты или неправильная организация то тут уже идет банальная валидация когда вы вводите какой-то неправильный номер карты который допустим не существует или вы ошиблись в одной цифре был такой кейс что я мог ввести номер карты валидный но плюс еще можно было ввести там количество цифр еще добавить 10 цифр и валидация это тоже пропускал тоже вот код был бах по сути то что тут описано отойдет уже описание верстки ну как бы валидации не верстки вот то что верстка была ну то есть валидация была связана с мэлом или связана с допустим именем фамилии вот авторизация регистрации вот всякие негативные тесты они кейсы то есть они тоже применяются к полям именно карты потому что когда первый раз тестировал общую оплату карты я был новичок у меня было тогда всего лишь два месяца опыта и я старался это ничего не ломать и старался вводить только валидные правильные данные для того чтобы не хотя бы оплата прошла ну так как мне признает что все окей можешь делать что хочешь потому что это все тестовое кредо тоже тестовый банк об этом знает то как бы немного было поспокойнее но все равно оплата ну оплата довольно важная часть ну для меня тоже потому что я неоднократно с ней сталкивался в тестировании вот следующее что мы можем проверить это проверка чека это действительно так потому что есть огромное количество банков связанных с чеком бывает просто приходит чек пустой бывает так что чек приходит но он может прийти не на том языке на котором сделал клиент допустим русский-русский украинский-украинский там допустим английский на английском языке или тот язык который поддерживает магазин допустим если магазин английском и он ничего не поддержит он может быть прийти на английском один раз мы тестировали нам приходили чеки на китайском языке вот ну если есть перевод допустим вы покупаете что-то с какого-то немецкого шопа то он может прийти на немецком языке но если он не поддерживает русский язык вот и бывает так что приходит в чеках какие-то промо акции акции ссылки они тоже должны быть кликабельные потому что допустим вас там вы купили допустим iphone и у него есть какой-то чехол чикой вы перейдете посылки и получите скидку на это допустим на чехол но тоже идет по сути чистый маркетинг для того чтобы плюс удержать клиента плюс сделать возврат клиента обратно магазин и вот эти как раз они кликабельные ссылки тоже бывает не то что еще можно обратить внимание если мы с вами будем говорить о таком магазине розетка я чуть-чуть зайду вперед то на розетке есть такая штука еще называются сопутствующие товары кто не знает когда вы допустим какой-то товар добавляете в корзину и тут написано с этим товаром вы можете купить еще что-то допустим или этому товару поскольку это чехол там вы покупаете допустим газовую плиту вы можете купить какое-то средство вот то есть такая штука тоже занимался тестированием когда ваш товар попадает уже полностью в корзину сейчас мы нажмем купить мы перейдем саму корзину но не думаешь в чехол есть какие-то сопутствующие товары тут вообще если эта функция брать что-то или телефон какой-то давайте наушники возьмем они кейс вот поди к наушникам он должен предложить нам кейс а я просто конфи дошел у них этого не будет у них этого нет а не то ну вот они просто придавают конечно сервис саги такой разные но если вы не ошибаюсь есть вот вот можно выбрать аксессуар ну просто бывает так что сопутствующие товары они внизу отображаются как скроу лента вот как вот ее можно будет скролить и чему это клонил то что у вас могут быть просто нет ссылка которая была в письме она может быть нерабочая есть различные вещи допустим может тестировать не знали здесь у вас такой кейс когда клиент заходит до корзин ну как у вас сейчас я уже как бы нахожусь корзине как бы я уже все заполнил все типа записал я авторе даже я авторизованный пользователь и допустим я возьму и выйду закрою сессию и сделаю допустим на брошенный заказ то не знаю ли у вас бодку практики вы можете пользователь на почту если у нас зарегистрировано может прийти письмо брошенном заказе что вернитесь мы вас ждем и все такое вот и могут даже предложить какой-то промо код вот на этот товар вы получите там допустим 1 процента скидки если вы вернетесь и продолжите свою покупку далее да вот это тоже довольно часто если вы занимались интернет-магазинами такой кейсы тоже очень часто тестируется и нас вот сброшенными заказами делать так чтобы те письма которые приходят вернуть клиента обратно вот письма у нас было отдельные немного отдельные как бы сказать не подразделение отдельная команда которая занималась тестированием писем вот этих всяких акций брошенных заказов потому что был магазин очень большой сам по себе и там имелось огромное количество различных разделов и допустим мы могли зайти в акция может быть на час или два допустим 20 процентов на утюг и кто-то купит а там кто-то через час придет его не купит и надо бог раз тестировать и вот как раз люди занимались именно тестированием акции как они проходили как они проходили допустим через корзину через почту или допустим рассылка акции тоже был через почту и надо было проверить приходят ли на том языке в ту страну вот тому юзеру допустим у вас магазин находится вы находитесь в украине у вас магазин находится допустим где-то в и в италии там может быть вам прийти уведомление на итальянском языке на письмо 30 или на английском довольно часто используют но бывает не париться на переводах они это все делают на том языке на котором говорят редко используют маленькие сети английский язык вот тоже довольно такая частая практика сейчас у вас есть какие-то вопросы и вот как раз им уже рассказал о том что я хотел рассказать это проверка чека все время что блюдо товар на экране но это когда покупки и проверку и данные на почту вот и покупки промокод чека вот я рассказал эти все кейсы которые могут сталкиваться и проверка цен например оплачен был товар со скидкой это насчет того что прошла ли скидка на товар было так что товар оплачивается скидка не приходит и бывают поддержку тоже клиенты звонят или пишут что допустим оплатил заказами скидки не прошла допустим было такое что клиент делает заказ с сайта допустим там она цена скидка другая бывает так что и он заходит в приложение а в приложении может быть и 2 цена 2 скидка и может очень сильно отличаться бывает такое и клиенты тоже поддержку врачу допустим на сайте они ценные скидки на приложении другие цены скидки это тоже конечно идет только маркетинг а бывает это тоже я тестировал один сайт и там просто напрот случайно что-то спутали и выкатили что все цены были по одному центру на все товары на плазму на айфон и на все это было тоже очень сильный караул чуть-чуть на ценчике чуть спутали акция все по одному центру хорошо что это клиенты не заметили того кому-то был хороший рождественский подарок вот с этим тестирование цены акции ты наверно уже можем в отдельности целый воркшоп вывести чтобы рассказывать и вот как раз возврата денег на карту с которым был патч с риса это конечно идет уже отдельный флоу это когда уже клиент говорит что я хочу деньги вернуть и дело в том что есть два таких кто занимался возвратами тестирование возвратов то есть 20 на том что можно если деньги не ушли допустим куда-то в налоговую еще что-то не привели сразу же и они остались какое-то буферное время они находятся еще внутри компании дело не сделал допустим заказ почему когда возврат денег идет на возврат денег идет в основном 35 дней рабочих ну кого как один стихи фоу что деньги уходят на углу и через на углу надо обратно все возвращать проводить из этого деньги возвращаются в течение трех рабочих дней 5 рабочих и по сути деньги забрать моментально возвращает потому что первое почему это когда клиент звонит или пишет в поддержку и просит завернуть деньги создаются счета создаются возврат и создается возврат на какой-то товар это все дело через админку я как бы занимался этим админка осталась на вам показать не могу извините но тестирование допустим возврата тоже заполняется отображаются те данные которые ввел клиент и было так что те поля которые заполнял клиент адрес фамилия номер телефона мл они могут пустые и по сути возврат нельзя сделать потому что нет никаких данных которых ввел в клиент это я уже брю об админке который клиент не видит то что он с фронта вел отображаться в админке такие тоже баги бывают не рабочие вот такое что когда жмет возврат по данному чеку выбивает тоже 500 ошибка на самое распространенное что сервере не отвечают и данные не подтягиваются вот это один из таких распространенных кейсов по возвратам еще есть очень интересный бак который мы наверно неоднократно сталкивались тем что когда заходит к транза в админку то было так что клиент сделал допустим в 9 утра и она должна заходить по тому времени которое было сделано допустим тоже в 9 утра ну давай допустим там он сделал 9 10 в админку тоже зашел в 9 10 но было так что на сервере время настраивать так что пишет время отображается в админке что туда зашел где-то они в 9 10 же зашел там 12 или 11 10 вы сталкивались с таким кейсом что время админки отличается очень от времени действительно который является настройки же базы данных да вот так это такой критикал просто просто критикал горящий ну получается дата ну время транзакции да там 9 утра а в админке там плюс 3 часа не та не та там зона там 12 часов и для той же транзакции и какое время будет отображаться например при на странице просмотра детали транзакции в кабинете там клиента ну это же вообще то есть зайдет клиент или допустим клиент сделает выгрузку за месяц а у него там он увидит там транзакции которые там например в недопустимое время будет ну то есть это это критикал да но у меня в моей практике этот критикал часто всплывал у нас я работаю в компании которые занимались разработка небольших сайтов акции допустим там может для примера взять там куда там допустим барни под новогодка акция загрузить пусть ваш малыш загрузит вашу картин нарисует картинку барни загрузит на сайте в какую-то акцию вот и так выходило что все картинки которые загружались у них было плюс 3 плюс 5 часов допустим загрузили картинку 2 ну 12 часов дня а в админке отобразил все время что я загрузили 5 часов дня вот тут довольно 5 часов вечера занять вот такой кейс был очень очень часто и то что он не критика он довольно часто приходит то что неправильно настраивает время вот в принципе это я хотел и вот даже написали время на стену кино дашь и время северное но сервера неправильно отображается вот еще у вас есть вопросы вот мне как бы в презентации то что хотел рассказать то что хотел показать мне не очень получилось но и на примере другого приложения и на других примеров рассказала собственные потому что то приложение которое хотел показать не нам не подвела но по итогу я вам показал плейлист они по листачек листы которые можете использовать в практике вот у меня как бы все сути вы можете задать вопрос у нас еще есть тут 35 минут как бы идет до полу 11 что можете показать вопрос я буду отвечать это так у меня по то что хотел рассказать показать у меня все и все данные будут ну то что вы я как раз все чек-листы и то что я говорил насчет того как делать консоль логи записывать я как раз добавлю все ссылки в презентацию и презентации с вами поделиться и как раз вы сможете уже использовать своих целях есть еще один кейс не знаю если вы использовали когда вы тестировали мобильное приложение использовали поиск или просто хотели брать и сообщение то набирали либо его голосовым сообщением когда вы нажимали на микрофон и набирали сообщение волосом на голосовым и выходит так что у меня часто приложение крашивать при том что я хотел допустим добавить именно сообщение при помощи голосовой записи еще был такой интересный кейс что во многих случаях вы замечали что вы не можете отправить допустим пустой комментарий или допустим пустое сообщение в чем смысл в том что это даже иногда просматривал на валидациях эмэйла паспорта вы просто берете воните панель ой просто пробел извиняюсь и потом кликайте вот или просто жмите отправить сообщение и отправляется пустое сообщение вот мне тоже довольно такой часто по пустым сообщениям вот по пустым вот этим символом типа пробел и так далее вот для веб для приложений я использую там есть пачка кодов которые несут за собой именно пустой символ я занимаюсь авто тестами и у меня в конфиге прям этот весь массив пустых символов прям сохранен я проверяю поля на эти пустые символы как чтобы система корректно отрабатывала а как допустим вот я знаю кода этих символов а если это мобильное приложение как ввести тот же арт 255 я это мануальное просто вводил пробел ну как бы я не дошел до того уровня когда ну я врюши писал это на пиум и я просто писал те тесты которые были позитивные но для себя и до сих пор еще учил опиум он очень не объятно я просто мануально вводил пробину нажимал пробел на мобильной клавиатуре и водился пустой символ выходил просто пустой поле и отправлял а вот как при помощи авто тестов это вести я не знал вопрос не только в авто тестах а вопрос как допустим возможно есть какие-то наборы может вы знаете пустых символов которые можно ввести именно в мобильном приложении не не знаю к сожалению интересно будет поискать ну я когда-то пыталась что у меня не получилось если же если вдруг найдете поделитесь ссылкой пожалуйста хорошо я как раз всегда полезно проводить такие воршопы всегда что-то новенького узнаешь вот но у меня вот в системе где-то их около 30 если не ошибаюсь в конфиге записаны но вот мне вот интересно как это это проверить именно на мобильном устройстве просто пока идеи у меня вообще никаких интересно есть что копать и новое изучать чтобы так даже вы сейчас задали этот вопрос я же подзадумался сам вот как то можно было бы попробовать делать вот в принципе у меня все еще какие то вопрос а вот николай мне вопрос о чем же тогда плюс просто android studio я так и не понял я использую намного легче эмуляторы и все намного быстрее и работает и все ну плюс о том что я некоторые вещи допустим по разрешением экрана которые я не мог найти и не было устройства под руком допустим я их потом воспроизводил на android studio но если тестировать реальное приложение я и склонялся и мы тестировали все именно на реальном устройстве я для примера вам показал android studio потому что я не мог никак подключить свой телефон на компьютеру а вообще плюс android studio она нужна по сути для разработчиков разработчики юзают как реальный девайс они еще юзают android studio смотрят как она отображается это приложение вот одна из таких плюсов android studio я ее показал знакомительных целей когда показывал тестировал приложение просто закипишь и то что ты делаешь и поправлять это